МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА По поводу вчерашнего происшествия. Упал. Дерево упало вот так же. Ой, ужас. Прямо так мы испугались. Ужас. Самое главное, что здесь вот люди у нас, ребята бегали. Вот ведь что страшно-то. Ну, все хорошо, никто не пострадал. Слава тебе, Господи, никто не пострадал. Когда-то на этом самом месте стояли металлические гаражи. В прошлом году их убрали. С того самого времени малыши из детского сада, который расположен по адресу Степана Разина, 77, гуляют с видом на свалку. Точнее, на несколько локальных свалок и свалочек. Хозяев гаражей, которые все это здесь оставили, и след простыл. Кому теперь принадлежит эта территория, тоже непонятно. Как и то, сколько еще ребятишки будут гулять в окружении всевозможного мусора. Во дворе пермячки Юлии Нестеренко стоит кронированное дерево, которое больше похоже на высокий пень. Так вот, некоторые коты периодически пытаются на него взобраться. Но кое-кто им этого сделать не дает. Да-да, самая обычная ворона, которая решила, что это только ее пень и больше ничей. Тем временем в Гомово, на пруду у деревни Заречный, поселился красивый белый лебедь. Рассказала нам об этом и прислала фотографию Оксана Никулина. Кроме всего прочего, сегодня, 22 мая, отмечает свой день рождения тюбик для зубной пасты. Когда-то средства для чистки зубов хранили в бумажных пакетах, стеклянных банках, пластиковых коробках. И только в 1892 году дантист Вашингтон Шеффилд из Нью-Йорка придумал более удобную упаковку. Замечательное изобретение. Помнится, пару лет назад пермики даже устроили салют из зубной пасты в честь дня рождения тюбика. На этой позитивной ноте мы и заканчиваем наше сегодняшнее дежурство. Свои сообщения Вы можете передавать, как всегда, в информационно-справочную службу дежурной по городу по телефону 2-630-300. Мы же на этом прощаемся. Солнечной Вам погоды, весеннего настроения и всего только самого хорошего. Удачи и до скорой встречи. Субтитры создавал DimaTorzok